Любопытно, у какого бравлера самая топовая ульта? Последний ролик был выпущен в 2019 году на эту тему! Окей, давайте это поправим. Давайте кратко объясню, как мы будем определять самую топовую ульту. Мы с вами проведем 5 испытаний. Первое — урон. Второе — зарядка ульты. Дистанция. Зарядка ульты от самой ульты. И сплэш-урон. В каждом из этих испытаний мы определим 3 лучших ульты и 3 лучших бравлера. Первое место получит 2 балла, второе — полтора и третье — 1 балл. По итогам 5 испытаний баллы будут суммироваться, кто наберет больше баллов у того самая топовая ульта. Все предельно просто. Также во многих испытаниях будут попадаться бравлеры, которые не получат аккредитацию из-за их имбовости. Под имбовостью я подразумеваю бесконечность. Ну, например, в уроне это медведь Ниты и турелька Джесси. Они наносят бесконечное количество урона, поэтому будут исключены из испытания и помещены в отдельный рейтинг, который на итоговую турнирную таблицу влияния иметь не будет. Усаживайтесь поудобнее, пусть начнется битва! Ну что ж, ребят, поехали! Первое испытание — урон. И здесь учитывается и пассивка, и гаджет, которые помогают ульте наносить урон. Первое у нас Шелли — 4320 урона. Нита — бесконечная ульта. Дает ей возможность попадания в отдельный рейтинг и на первую позицию, само собой. Бул — 1200 урона. Он закрепляется на третьей позиции. Джесси — бесконечная ульта. И вторая позиция в отдельном рейтинге. Брок наносит 14 тысяч урона и занимает первую позицию. 14к — это сумасшествие. 4300 от Дино. Бо! Ага, ага, ага. Ну вообще. Ой, 6480. Ну это с помощью активации гаджета, конечно же. Так, тик — 3000 урона. Увы, но ноль. Эмс, эмс, эмс. Не очень много урона. Не попадает в топ-3. 1800. Кто же может перебить Брока? Кто? Ребят, напишите в комментариях. Может быть, Кольт? Ну ладно, мы сейчас дойдем до него. 2100. И... Эль Примо! Эль Примо! Эль Примо. Смотрим, смотрим. 2400 урона. Барли! Барли! Барли наносит довольно много урона, но мне кажется, он очень крутой будет с флэша. А так 4000. Эм... Покач. 1000. 1000. Но это с пассивкой. Вы помните, да? Есть специальная пассивка. Роза, к сожалению, не наносит никакого урона. Только если бы она атаковала. Но это не по правилам. Берил. 1200 урона. Угу. Пенни. Конечно же, это бесконечный урон. Бесконечный. 1230 в секунду. И она, соответственно, занимает третью позицию. Карл. 9К. И таким образом занимает вторую позицию в нашем рейтинге. Пайпер. Не стоило рассчитывать на слишком многое. В топ-3 она не попадает. Пэмушка. Тоже есть пассивный урон с помощью специальной пассивочки. Фрэнк. Казалось, самый крутой чувак в селе. Но нет, нет, увы. Так же на демаг ничего не произошло. 10800 от Бипи. Вау. Сразу вторая позиция, ребят. Сразу. Они. Разогнались по максимуму и дали 4012. Косарик от Эдгара. Гриф. 5000. Гром. 2550 наш палач наносит. А теперь Мортис. 1350. Тара. Вы помните, да? Здесь бесконечность. 1350 в секунду. И таким образом на второй позиции Тара. В отдельном у нас рейтинге. Макс. 0. Мистер Пи. Бесконечность. Бесконечность. Это отдельный рейтинг. И Мистер Пи у нас на второй позиции. Эх, Спраут, к сожалению, не наносит никакой ульты. Скуик. Бабах. 9000. 9000. Он разделяет третью позицию вместе с Карлом. Спайк. 3000 урона. Кроу. 6480. И плюс еще по 120. Итого 10680. Ребят, третья позиция. И у всех уже за десятку. Обратите внимание слева. Но Брок по-прежнему на первой позиции. Очень круто забрался. 14к у него. Сэнди. 900. Всего лишь 900 и то от пассивочки. Амбер наносит ноль урона сама по себе. Мы не стали подпаливать его. Смотрим. 630. 630. Вольф. 1500. Поверь. 6000. Но вы помните, чтобы забраться в топ-3, нужно хотя бы 10к урона нанести своей ультой. А это, как видите, не очень-то просто. Лу. 540 всего лишь урона. Генерал Гавс. Что нам скажет мощный генерал Гавс? 2500. Бель. 750. Бас. Ноль урона от ульты. Эш. 2250. И Лола. Ноль. Ева. Ну и что, и что, и что, и что? И это бесконечность или нет? А, нет, конечно же. Она просто от яда наносит ульту. Ты уже подумал, она вне рейтинга. Она в рейтинге, но это ей не помогло. Лучше быть, мне кажется, вне рейтинга. Ммм. Джанет, не зря сейф стоит в самом углу, ребятки. 6300. И Бонни. 1500. Итого, ребят, у нас есть первое место на Броке, второе на Биби и третье на Кроу. Они, соответственно, получают свои очки. А вот он рейтинг тех самых неудачников. И здесь на первой позиции у нас, конечно же, Нита. И если честно, ребят, то рейтинг неудачников в этом испытании является абсолютной крутостью. Потому что у них бесконечный урон от ульты. Но правило есть правило, двигаемся дальше. Зарядка ульты. Здесь без пассивок, без гаджетов и одиннадцатый уровень. Поехали. Шелли. 37 сотых секунды. Нита. Она была вне зоны действия в прошлом испытании. А в этом она уже попадает в рейтинг, но очень долго. 5 секунд. Целых 5 секунд нужно для того, чтобы зарядить медведя. У Кольта все получше. Секунда 30. Бул. 54 сотых. И он попадает на топ-2. Джесси. Ой-ой-ой-ой-ой. Как все сложно у Джесси. Ну, понятное дело, это турелька. Там, где турелька, там достаточно долгая зарядка. Прок. Он был финалистом в прошлом испытании. А в текущем 3.30. Многовато. Многовато и в топ-3 не попадает. Но на данный момент достаточно быть быстрее, чем секунда 30. И у Бо тоже это не получается. Тик. Брат, тик. Ну, долго. Долго, сори. 8 бит. Хорош. Ну, для третьего места пока что временно хватает. Эмс, увы. Стул. Воу-воу. Ху-ху. 13 сотых. Это наш абсолютный победитель. Просто вау. Интересно, кто-то сможет перебить. 13 сотых секунды. Барли. Не попадает в топ-3. Покетч. Смотрим за Покетчем. И... Ребятки, напишите в комментариях, за кого болеете вы. Как вы думаете, кто победит. Очень интересно. И прожмите, конечно же, прямо сейчас лайкосик. Поделитесь этим видосом с друзьями. Это очень важно. Ребят, сделайте это прямо сейчас. Рико, две секунды. Пока что топ у нас не обновляется. Все-таки стул реально самый крутой. Пенни. Ну, у Пенни турелька тоже долго. Заметили, как долго заряжается ульта персонажей, у которых есть турелька. Карл. Карл. Ну, две секундочки. Возможно, он бы мог это сделать еще быстрее. Но все-таки долго, ребят. Все-таки долго. Я не думаю, что он бы занял топ-1 место. Даже если бы стоял в плитык. Пайпер. С самой длинной дистанции. Но чуть меньше двух секунд. Пэм. Тоже больше секунды. Для того, чтобы попасть в топ-3 на данный момент, нужно быть меньше секунды. Биби. 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 Долго. Долго, Биби. Беа. Смотрим. Смотрим. И тоже довольно долго. Три секунды. Заметьте, ребят. У нас два самых простых бравлера. Это Бул и Шелли. И они остаются в топ-3. Ну и ступ просто сумасшедший. Тринадцать сотых. Я даже сейчас удивляюсь. Гриф. Пятьдесят пять секунд. Буквально... Точнее, пятьдесят пять сотых секунды. И буквально одна десятая, да? Одна сотая секунды. Не хватает для того, чтобы обогнать була. Гром. Мне кажется, это самая длинная зарядка уйти в истории. Девять целых секунд. Мортис. Еще тыка. Ну, долговато. Долговато, ребят. Тара. Смотрим. Их, тых, тых. И долго. Долго, ребят. Долго. Джин. Джин, 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 джин. И не хватает. Три секунды. Макс. Меньше двух секунд. Но все равно топ не обновляется. Вообще не обновляется. Ничего не происходит. Ждут ли нас сюрпризы дальше? Смотрим, смотрим. Я уже жду, чтобы хоть кто-то перебейте. Пожалуйста. Вот мифики уже идут. Может быть, среди лег есть кто-то? Может, Спайк? Может, Леон? Ну, с Байроном все очень тяжело, да? Довольно долго. Пять секунд. Сквик. 4.40. Спайк. Вот он. В центр. И... У-ху-ху. 0-0-9. Новый абсолютный рекорд. Я знал, ребят. Ну да, я же понятное дело. Я знал. Ну, если честно, я не считал, когда это делал. Но знаете, легенькое было, что Спайк быстрее. Просто уловить вот эту сотую секунду практически невозможно. Потому что считается у нас на монтаже. А я просто, в общем-то, тут вот-вот игрался с этими бравлерами. Сэнди. Колоссально долго. 9.35. Амбер. Ну, неплохо. Неплохо. Но куда там тебе? Спайк это что-то с чем-то. Спайк это какое-то сумасшествие, ребят. Гейм. О! 41. Но все равно не хватило до Шелли. Терч. Секунда. Калет 2.57. Так. Лун. Секунда 32. Генерал. 2.38. И Белль. И Белль как-то звучит не очень, да? Хорошо, что не ехать. Бас! Эш, ну может ты? Я хочу, чтобы кто-то подвинул Шелли. Нет, я очень сильно люблю Шелли. Но просто так интересно. Может быть у нас остался еще какой-нибудь бравлер, ребятки? Если ты, друг, не подписался, ты знаешь, что нужно делать. Пэнк! 3.20. Ева. Ну, она пыталась, ребят. Так, наши новые бравлеры. Джанет! Ну, уже не новая, уже, наверное, Джанет прям старая. Скоро новый бравлер выходит. 4.29. И Бонни, 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 Бонни! Я могу констатировать, что наш топ, эм, полноценный. На первой позиции Спайк, вторая Сту, третья Шелли. И таким образом мы видим промежуточную турнирную таблицу. У Брока 2 балла, Спайк 2 балла, Биби 1.5 балла и Сту 1.5 балла. А у нас впереди еще три испытания. Дальность или длина ульты? Пассивки не используем, гаджеты тоже не стреляем. Одиннадцатый уровень. Первый это Шелли. 8 клеточек, или, может сказать, метров, я не знаю. Нита. Нита у нас бесконечность. Кольт. Хорош, почти 12 метров. Да, ребят, наверное, давайте будем называть это метрами. Просто по той простой причине, что, ну, для Бравлера вот эта вот клеточка, это, по сути, ну, один метр, наверное. Поэтому именно так. Брок, обратите внимание, занимает третью позицию. А у нас когда-то был финалистом. Бо, ну, для Бо маловато. Маловато, и он в топ-3 не заходит. Тик, бесконечность. Это отдельная категория. 8 бит. Не дотянул. Эмс. А неплохо. Смещает Брока на третьей позиции. Сту. Маловато. Эль Примыч. Хотел прыгнуть выше своей головы, но не сложилось. Барлей. Три с половиной. Тринадцать с половиной метров, прошу прощения. Роза. Здесь один метр. Один. Ну, как бы, зачтем ей один. Рико, шестнадцать. Космическая дистанция. Шестнадцать. Но, поверьте, ребят, еще не вечер. Обещаю вас удивить. И первое удивление в виде Пенни. Ребятки, Пенни. Двадцать целых шестьдесят шесть сотых. Карл. Тринадцать с половиной. Но Пенни, да? Это первое удивление. Но еще не вечер. Сейчас мы увидим еще более жесткого персонажа по дистанции. Вот вынгоните прямо сейчас. Просто у себя в голове придумайте, какой из бравлеров, кого мы еще не видели, будет дальше. Будет круче. Я думаю, вы угадаете. Фрэнк. Хорош. И вот. Смотри. Смотри. Просто. 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 Сорок метров. Сорок клеток. Ребят, вы вообще ожидали такого? Я когда делал, я подумал, что это вне категории. То есть, ну, понимаете, да? Но оказалось, нет. Нет, 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 нет. Нани, ребятки. Нани. И обращаем внимание. Специально построили шестьдесят. Шестьдесят клеток. Тоже, когда я тестировал Нани, мне казалось, что это вне категории. Потому что бесконечность, ну, нет. У них есть конечность. И Нани шестьдесят метров. Биби. Сорок. Сорок просто вау-эффект. Мортис. Он, в принципе, может нормально так себе ультануть, когда надо. Тара. Одиннадцать двадцать пять. Но для того, чтобы попасть сейчас в топ-3, нужно минимум двадцать клеток. И пока это ни у кого не получается. Может, Макс. Может, Макс. Может, Макс. Может, Маакс. Нет, не получилось даже у Макса. Мистер Пин. Бесконечность на третьей позиции Спраут Ну, Байрон тоже В принципе, обычная ульта Вот у кого очень необычная, тот и тащит Фу, хорош А сколько я такого не ожидал 16, да, было? Спайк, нормально Спайк он, Лего Кроу, брат, 17 Байзовэй, очень даже неплохо И Леон, Леон, Леоня Леоня, Леоня, Леоня Леоня, Леоня 18, чуть-чуть не дотянул Чуточку Сэнди, тоже немало Немало, ребят Так, смотрим 10,5 10,5 Мэг, 4,75 Гейл, маловато, 10,75 Сэрч 6,5 метров Калет 11,33 Лу Наверное, уже никто не ворвется Или ворвется Ребят Ребят Скажите Как вы думаете Ворвется кто-то Или нет Бэль Бэль 11,5 Базик Базик, базик 10,9 Эш Мгм, чуть больше 8 Лола 6,16 Кто сможет показать круче, чем Пенни? Ну, это крайне сложно Ева Не могу Ева не смогла Это отдельная категория, конечно же 29 вот она джанет ну пони конечно же меньше но джанет красава в конце ворвалась и того что на ней первая позиция биби 2 3 джанет и промежуточный результат по итогу трех испытаний биби целых 3 очка брок 2 спайк 2 на не 2 сту полтора и кроу 1 и того мы видим что биби на первой позиции а на второй позиции у нас брок спайк и на не но впереди еще целых два испытания зарядка ульты от самой ульты пассивки нет гаджеты нет 11 сила поехали первое шели но в целом в целом 010 хорошо так 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 649 почему мы измеряем все-таки секунды потому что видим что много бравлеров полностью могут зарядить свою ульту но какие-то бравлеры от своей собственной ульты конечно же не могут этого сделать и поэтому ну вот например такие мвовые как не то или джесси здесь участвуют и они спокойно себе заряжают то есть на данный момент на первой позиции у нас джесси брок брок не смог зарядить и я думаю что те кто не могут полностью по фулу зарядить они не попадут у нас в топ-3 и я примерно даже представляю те три бравлера которые должны ну я думаю даже не так будем говорить я же конечно же представляю но думаю вы представляете себе какие бравлеры будут вспомните тех бравлеров которые были не в первом испытании вне сетки вот мне кажется они будут лидировать хотя бот 349 за 3 секунды 49 сотых он сумел у нас занять первую позицию стул так сожалению и не смог набить ульту эльф римыч увы не может он набить ульту барли сможет ли барли набить ульту своей собственной ультой папа 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 нет 437 пока увы роза вот им смотрим смотрим нет рико первая позиция первая позиция даже те имбовые бравлеры которые были в самом самом первом испытании они к сожалению здесь смещаются и не могут показывать тех результатов которые например показал рико видите тоже пенни которая была имбовой первом испытании она здесь очень долго убивает ульту поэтому увы и ах но мы видим первый топ первый топ-3 и ну последней позиции джесси с шестью секундами по любому кто-то еще ворвется правильно ребят вот было бы круто если бы набила потому что секунда 35 это классный результат но для того чтобы попасть в топ-3 нужно по фулу набить ульту фрэнк вот вот классно клёво круто но недостаточно биби но здесь немножечко есть читы конечно же но для всех все как бы одинаковое и мы используем лучший маневр спи биби есть вопросики тут я согласен эдгар увы и почти гром так мартис таро джин увы макс то же самое ультой ульта не набивается не у макса не у джина мистер пи это будет крайне долго ребятки это будет крайне долго и конечно же в топ-3 не попадает спраут тоже самое байрон скульк получится ли у сколько вполне себе может нет может нет спайк так ну нет нет 428 секунда 20 и этот топ-2 ребят это вторая позиция сэнди нет амбер но тут без шанса вы понимаете мэг увы но нет гейл дуау что гейл я мне на секунду показалось что он набил ульту нет конечно же он не набил ульту но по скорости ульты может быть еще скорость ульты надо было измерять напишите в комментариях стоит ли когда-нибудь переснять это и использовать скорость ульты потому что но у гейла прям одна сотая скорость ульты генерал гавс секундочка но нет для того чтобы попасть сейчас топ-3 нужно сделать быстрее чем за 2 секунды добыть себе ульту с помощью ульты напоминаю что у нас уже хроматические бравлеры то есть ну по факту мы на финишной прямой этом испытании и у нас остается буквально последние последние бравлеры у кого же получится ребят у кого же получится ну не у евы точно может жанет а ну ка ну ка ну ка ну ка ну ка ну ка нет уже все уже хотя смотрите почти набила ульту бонни может быть нет ребят конечно же не будет ну то есть сама ульта сама по себе набьется но нет и току у нас три места на первой позиции рико вторая позиция кроу горжусь тобой в тенчик третья позиция биби и суммарный рейтинг по итогу 4 испытаний биби 4 очка кроу два с половиной брок спайк на не и рико по 2 очка горячо и последнее испытание у нас сплэш урон обратите внимание что здесь первый уровень силы ребят у всех бравлеров первый уровень силы и так первая шелли 6 300 это имба мы не засекаем время время нам не важно но медведь уверенно разбирается с абсолютно всеми нашими подопытными и попадает в отдельную категорию потому что те кто так имбово уничтожают те у нас в отдельной категории конечно же тем временем кольт 15000 быков 8000 ну и по джесси вы понимаете у нас тоже отдельная категория которая очень медленно но уверенно уничтожает абсолютно всех наших подопытных брок а зона очень крутая у него и он опять у нас на первой позиции но еще еще не вечер динамайк 3 по 13000 но для того чтобы попасть топ-3 нужно 13 500 поэтому пока маловато 8 бит нас специально нету никаких гаджетов посилок они все первого уровня поэтому вот так вот ребятки эмс эмс нанесла рекордные 24 тысячи урона просто за счет зоны поражения вау просто вау и минимальная планка попадения в топ-3 у нас повышается теперь она 15000 ой-ой-ой интересно по барлею очень интересно по барлею и это 24 тоже тысячи они спам сейчас по сути делят простите с эмс делят первую позицию роза 0 урона рико рико смотри как красиво 15к 15к нанес дэрил 4000 пэнни догадались да мне кажется это бесконечненько и последняя тыка бесконечность карл вот здесь очень интересно может первая позиция может смогет 24 500 ребят да джеки и тут сразу я подумал на урон нанесет но так как она первого уровня то не нанесла никакого урона идея была реально в том чтобы наносить только первым уровнем кстати подпишитесь обязательно фрэнк 13 тысяч 600 640 биби ой-ой-ой красиво 15000 15000 в топ не попадает сейчас чтобы попасть в топ нужно колоссальное 24к и сможет ли кто-то это повторить и я не знаю не уверен ребят может гриф сможет 19 623 но он он хотел он пытался 21к вот это вот класс морти с 9000 тара и папах 12800 оказалось да эпично эпично казалось ребятки ну как вы думаете кто-то сможет еще в топ-3 попасть если думаешь что да прожимай лайк если думаешь что нет подписывайся на канал и конечно же вводите кода урум обязательно ребят вводите кода урум в игре brawl stars это крайне крайне важно спраут ну вряд ли он справится сплэшем со всеми этими роботами байрон а вот тут интересно было 13500 сколько 6000 спайк у меня много больших надежд на тебя но зона поражения маловато 13500 если такая как у эмс была то он бы занял топ-1 круоу здесь у меня большой вопрос а сможет ли кто-то убить абсолютно всех этих роботов но по-честному то есть не на бесконечности одно действительно по чесноку и вот видите у сэнди с пассивкой наверное бы уничтожила всех но без пассивки на первом уровне ну увы 13500 на гейл 6300 галет 10к даже наносит все равно и кстати я думал это пассивка наносит четыре тысячи триста двадцать и гавс 6к бель вообще по моему анти рекорд бас эс-6 тысяч лола здесь ничего потому что стрелять мы не можем мы ни разу не стрельнули ни в кого за весь этот видос интересный факт ну не по сплэшу ева это однозначно точно и джанет вот это интересно делаем вставки ребятишки получится ли получится ну посмотри 15к нет в топ-3 мы не залетаем остается бонни наш последний браулер и того по сплэшу на первом месте у нас карл второе место м третье место барлей финальный же результат выглядит следующим образом рико нани спайк и брок третье место второе место крол два с половиной баллы и абсолютный победитель биби четыре балла таким образом титул обладателя самой крутой ульты уходит к биби ну а вы пожалуйста напишите в комментариях какая ульта по вашему мнению является самой топовой в игре brawl stars ну а также не забудьте поражать лайк прямо сейчас подписаться на канал ввести код аурум в магазине сделайте пожалуйста это все ребят потому что создание этой олимпиады заняло гигантское количество времени усилий меня и моей команды и от вас мы просто хотим лайк подписку и кода урум в магазине всех обнял пока ребят а